Приветствую вас уважаемые дамы и господа, на связи я Алексей, команда Юнио Продакшн. Сьюта Луначар, не секретный персонаж нового дополнения Legacy of the Moonspell, которого ввели 15 декабря 2022 года для ПК, на телефона пока нет, ждем. Я это видео объединю с персонажем Мегалос Сьюта Луначар, так как это один и тот же персонаж, только с разным оружием. Чтобы открыть Сьюта, вам нужно получить апгрейд оружия 4 сезона и получить пятый элемент. А для открытия Мегалос Сьюта, нужно убить за обычного Сьюта 100 тысяч мобов за один заход, делать лучше в бесконечном режиме в луносвете. Почему я объединил этих двух персонажей? Да потому что Мегалос Луначар это вторая форма Сьюта, которую он получает после того, как проапгрейдить свое оружие до второй формы. А вот Мегалос уже сделали отдельным персонажем, у которого уже другое оружие, я надеюсь вы поняли. Что по плюсам персонажей? У обычного плюс 50 к здоровью, плюс 2 к броне и плюс 50 к силе. А вот минусы у него нехилые, минус 20 к скорости бега, минус 30 к скорости снарядов, минус 30 к области, так еще и плюс 50 к проклятию. Но когда вы улучшаете эхо ночи, вы превращаетесь в Мегалос Луначара, который получает плюс 100 к хп, плюс 2 к броне, плюс 40 к скорости бега, плюс 30 к скорости снарядов и плюс 30 к площади. Что убирает те минусы, которые были изначально. Также теперь за каждый уровень вы получаете плюс 1% к силе за каждый уровень. Начнем с Аркан. Первой по традиции мы берем девятую карту Божественной Родословной, так как огребать в начале игры мы будем очень нехило, но ближе к середине игры к нам уже мобы подходить вообще не будут, поэтому вторым мы берем двадцатую Аркану Тихое Старое Светилище, что прибавит нам кучу кулдауна и урона. Третью карту берем десятую, начало, которое добавит нам дополнительных клыков. С Арканами разобрались, теперь оружие и пассивки. Смерть мы как всегда в конце убиваем, поэтому первое, то что у нас есть, это призыв ночи. Относительно плохое оружие для начала игры, мало урона, малая область атаки, выглядит сначала как теневые полоски, причем они появляются сверху над вами. Что в начале игры будет крайне неудобно и в некоторых моментах фатально для вас. Совет, двигайтесь под углом 45 градусов, чтобы мобы сами напирались на эти полоски. Со временем полоски будут расти и будут превращаться в верхние клыки. И вот когда вы получите эхо ночи, тогда клыки будут еще и снизу. Оружие является очень хорошим лагогенератором, плюс оно даже при максимальном уровне с областью не закрывает весь экран, из-за чего мобы сталкиваются по краям и начинаются лаги. С этим оружием возможно вы задумаетесь взять третье оружие типа меча сигмы. Если вы открыли мегалосьюта, то его оружие меч ночи, с которым чуть проще, так как он из мобов может выбить сердечко, восстанавливающее вам 1 хп. После получения апгрейда в виде мурамасы, который добавляет критические горизонтальные атаки, но нужно понимать один момент, оружие будет потихоньку вас убивать, так как расходует ваше здоровье. Будьте бдительны. Вторым мы берем лавр, нужен для навешивания щитов, чтобы вас не убивали выходящие боссы, впоследствии мы угрейдим в красный плащ. Все, больше вам ничего не нужно, исходя из этого убираем 2 из 6 оружия, остальное блокируем. Если же вы решили взять третье, ну значит выставляете 3 из 6, так как урона и отхила в принципе будет достаточно. По пассивкам. Первое берем броню, дает отдачу как урон и уменьшает входящий урон на 5 единиц. Второе пустое сердце, третье пустая книга, четвертое магнит, пятая корона для опыта, шестые мы берем дубликатор для призыва ночи или каменную маску, если вы играете за мигало. Седьмое, забираем стрелочки, чтобы проапгрейдить наш лавр до красного плаща. И восьмое, забираем синее кольцо, а желтое лучше не брать из-за лагов. Геймплей, могу сказать, довольно сложный. Играя за Сьюта Луначара, вы будете страдать, серьезно. Вы изначально крайне ущербный, только после апгрейда начинается игра. Но к этому моменту начинаются очень нехилые лаги, да и плюсы персонажа не такие мощные, как хотелось бы. Стоит ли эти мучения свеч? Я думаю, что нет. Проходной персонаж чисто для двух ачивок. Ну а на этом, наши дорогие друзья, все. С вами был я, Алексей, команда Юниор Продакшен. Не забывайте подписываться на наш канал и ссылочки все будут в описании к видео. Всем удачи, пока и до новых встреч.